Взрывы на песке, пулеметные очереди, рукопашные схватки, масштабная реконструкция боевых действий на берегу Волги. А германская десантная операция, проведенная в августе 44-го года, фактически блокировала снабжение фашистской армии топливом. Тогда на помощь сухопутным войскам пришла морская флотилия. И таким образом Германии был закрыт доступ к румынским нефтяным месторождениям. Изучаются архивы, изучается, как говорится, хроника, изучается все внимательно это самое. И потом уже строится сценарий. Сразу по окончании реконструкции боевых действий по воде были пущены венки в память о погибших воинах Великой Отечественной и всех других войн. И кульминации праздника – парад военных судов. По Волге прошли катерации СК ВВС и спасательные суда МЧС России. Я скажу, что это люди высочайшей чести, очень мощные, внутренний мир крепкий. И они сегодня отзываются очень тепло непосредственно о том, как их поддерживают и как обеспечивают флот. Наверное, это и есть высочайшая оценка. В Самаре решили не отставать от крупных военно-морских городов. Ведь Волга тоже впадает в Каспийское море. И свои традиции здешние моряки чтят не меньше, чем в Севастополе или Североморске. А этот праздник многие считают своим семейным торжеством. Семья Шепель в день ВМФ приходит ежегодно на набережную в полном составе. Олег Михайлович – ветеран морской авиации. На Черноморском флоте служили также его дед и отец. Сегодня династию уже продолжает старший сын. На подходе младшие. Трудно, но нравится. Поэтому сложилась определенная династия. Я рад, что так получилось. Подрастают еще сыновья. Дай Бог доведется служить на Краснознаменном флоте. Да, ребята? Да. Море еще не видел. Он в Самаре родился. Он родился в Самаре, поэтому... Ну, служить я хочу на море. А где? Ну... Где папа? Да, где папа хочу служить. На Черноморском флоте. И таких семей в Самаре немало. Ведь единожды отслужив на море, его уже невозможно забыть. А ветераны сегодня ведут работу в военно-патриотических клубах. Воспитанники которых также мечтают о море. И уже знают морские традиции и все плюсы и минусы службы. Я напомню, что и по сей день одна из атомных подводных лодок нашего флота носит имя нашего города. Несмотря на то, что Самара не имеет прямого выхода к морю, здесь по-настоящему сильны традиции празднования Дня ВМФ. Наши земляки, особенно молодое поколение, должны помнить и чтить героическое прошлое родной земли, знать своих героев. Сегодня очень у всех приподнятое настроение, потому что сегодня здесь собрались ветераны морской пехоты, ветераны ВМФ. Сегодня приехали из разных городов наши друзья. Потому что благодаря правительству Самарской области и лично Николаю Ивановичу Меркушкину этот праздник приобрел абсолютно другой формат. Уже четвертый год здесь проходит, собираются тысячи жителей города Самары. И наши товарищи из других регионов уже сказали, в Самаре это стало культово, мы будем собираться у вас. И в знак особого признания вручение медалей Кубышева в запасная столица. Город внес немалую лепту в разгром фашистской Германии. А столичный статус, которым наделило советское правительство Кубышева в годы войны, документально с Самары еще не снят. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.